Яна Тимиранда Сияг, Ян Анжана Шалакая, Чахширун Милитамина, Тасма Ишри Гуравейна Махам. идеально мочери сила хрида 100 курки и динант кати ваишна в риндики день что не сразу от марка чарел риндики идя ищи по отведу роман прогулки идя и я умею что раши шигуры в уран веган хоро герит хариджики дядя ищи гираж гевард ханки идя ищи рисим хдв прохват махарашки идя ищи мать тусе махарани бахты в риндики дядь не той гор прям андых риму ари крыши дорогие преданные добрый вечер рады всех видеть на нашей вечерней программе вот мы сегодня продолжим читать амная татва на это то это книга шива грудева силы бахти сундра говинда дэв гасаем махараджи ящего бахти сундра говинда дэв гасаем махарашки джай глава 2 из сердца в сердце говорится что в священных книгах особенно шимат бахватом заключена вся истина ну как узнать когда следует понимать сказанное в них буквально а когда в переносном смысле как понять что действительно хотят сказать нам священные книги шива говинда махараш как понять священные книги сначала нужно поступить в школу там учитель объясняет предметы соответственно нашему уровня мы начинаем с первого класса затем переходим во второй третий и так далее в каждом классе нас учат немного по-разному старших классах предметы преподаются ты так как младших но чтобы мы не изучали в школе изложение предметы всегда будет соответствовать нашему уровню очень важный момент что да что всегда мы находимся на том уровне где мы находимся и соответственно в этой жизни мы попадаем туда куда попадаем и обучаемся соответствии со своим уровнем веды виданты упанишады симат бахватом и другие священные книги это океан стихов которых заключено множество различных разных смыслов конечно в итоге все они ведут к одной цели кришна бахте в конечном итоге все они ведут к одной цели кришна бахте но мы не всегда можем понять это иногда это очень трудно в священных книгах говорится о разных видах духовных практик карма йоги гьяна йоги аштанга йоги бахте йоги и других если мы хотим понять истинный смысл их наставлений если хотим увидеть куда они направляют наше сознание то сначала даже с верой и преданностью усвоить их уроки соответственно нашему уровню в школе под руководством истинного наставника если мы хотим понять истинный смысл их наставлений если мы хотим увидеть куда они направляют наше сознание то сначала должны с верой и преданностью свой этих уроки соответственно нашему уровню в школе под руководством истинного наставника это самый лучший способ нужно быть осмотрительным читая священные книги их не так-то просто понять чем от бога где-то говорит о том каким образом следует обратиться к учителю чтобы получить от него духовное знание то от вибра не пати на паре прошли на севая падиш анти те гена джанин астатва даршина с духовным учителем нельзя подходить с таким моментом типа мы такие великие сюда же гуру нас внимание обращает и теперь перри как бы он должен обязательно ответить на все наши любознательные вопросы чушь дарма гараж как-то когда его спрашивали различные вопросы в какой-то момент времени сказал что я горит не справочный бюро вы пришли не справочный бюро чтобы узнать какие-то обычные истины для того чтобы потом использовать их своих чувственных удовольствиях но духовного учителя приходят за самым главным что может быть в жизни за духовным знанием за постижением своего я и взаимоотношений между душой и господом здесь сказано что ученик должен обладать некоторыми качествами что обратиться к учителю сначала предайся говорит шимат бхагавад гита затем вопрошай и служи сначала предайся говорит шимат бхагавад гита затем вопрошай и служи гуру услышит твои вопросы и одарит своей милостью если действительно предался ему смиренен и по-настоящему стремишься к знанию гуру выслышает твои вопросы и одарит своей милостью если это действительно предался ему смирен и по-настоящему стремишься к знанию Да, Дандавата, всем преданное, Харе Кришна Итак, сначала предайся Гуру Деву, а затем служи ему Одного предания недостаточно Служение Гуру Деву в состоянии предания Вот главное, что принесет искреннему искателю истину Настоящие плоды духовного знания Служение Гуру Деву в состоянии предания Вот главное, что принесет искреннему искателю истину Настоящие плоды духовного знания Обычные знания можно получить и другими способами Но духовное знание не откроется нашим сердцам без пронепатоса Предания парипрашны, искреннего упрошения и села, служения Когда Виджараман очень часто рассказывает историю Что когда приезжал Шилоговин на Махараш Виджараман он президент храма, старший И у него не было времени посещать лекции Потому что нужно было много практического служения делать На кухне, организовывать питание гостей, проживание гостей И соответственно он думал, как же я не слушая лекции Смогу все это постичь И он обратился к Гурдеву с этим вопросом Он спросил, Гурдев, как вот, я не могу, нет времени ходить на лекции Гурдев сказал, не возьмусь, духовное знание придет в сердце само В процессе твоего служения Когда мы служим, мы получаем некое откровение Обычное знание можно получить и другими способами Но духовное знание не откроется нашим сердцам без пронепата Самопредание, парипрашное искреннего прошения и сева служения Когда ученик обладает высшеназными качествами Он, встретив истинного Гуру, должен предаться ему, задавать вопросы и служить По милости знающего Гуру все откроется в сердце достойного искателя истины Когда он украшен этими тремя качествами Преданностью, искренней пытливостью и желанием служить То есть украшен настроением преданности Тогда все сложатся надлежащим образом Сердце Гуру будет тронуто искренностью ученика И он будет готов его обучать Так, благодаря благожелательности сердца учителя Ученик постигнет суть всех священных книг Все, что изложено в Ведах Ведантии, Упанишадах, Шримад-Багаватам и других Именно так следует изучать священные книги Так, благодаря благожелательности сердца учителя Ученик да постигнет суть всех священных книг Все, что изложено в Ведах Ведантии, Упанишадах, Шримад-Багаватам и других Именно так следует изучать священные книги Если просто изучать книги по собственному Так сказать, по свойственному, корыстному интересу Чтобы приобрести какие-то знания Они не откроются просто в наших сердцах Духовная сила Садхо Священные книги также настойчиво рекомендуют нам Обратиться к истинному духовному учителю Садхо В чечитании Чиритамрите, Шива, Кришидатский вираж Гасвами дает нам такой совет Яга, Багаватта, Пада, Вайшнави, Растхани Вступай к Вайшнаву, преданному И слушай его толкования с Шримад-Багаватом Читай Шримад-Багаватом только в обществе Вайшнавов Вступай изучать Шримад-Багаватом вместе с Вайшнавами Со всей искренностью укройся у стопа в Шитании И постоянно общайся с его преданными Тогда ты постигнешь волны Тогда ты постигнешь волны в океане истины Без Вайшнава мы не сможем понять смысл с Шримад-Багаватом И несомненно выберем неверное направление Слушать Шримад-Багаватом или другие священные книги Нужно в толковании человека сведущего Только он сможет и видеть нам истинный смысл в священных книг Наши знания очень ограничены Никто не может утверждать, что знает все Даже Шива Гуру Махараш говорил Я ученик Вы считаете себя учителями Я считаю себя учеником и вас тоже Учителей среди нас нет Шива Гуру Махараш считал, что все мы ученики И поэтому должны узнать, каковы наши уроки от истинного учителя С помощью того, кто постиг суть всех уроков Которые нам предстоит усвоить Мы сможем легко проникнуть в их смысл Иначе понять их будет очень трудно Не понимая истинного смысла священных книг Мы будем превратно истолковывать их И обманывать самих себя Поэтому необходимо слушать, как объясняет Шимад Бхагаватам Мудрый наставник, слуга Кришны Такой, как Шива Гуру Махараш В самом Шимад Бхагаватам Вы найдете два подхода к его пониманию Один подход предписывает читать Шимад Бхагаватам А другой запрещает Один подход предписывает читать Шимад Бхагаватам А другой запрещает Если вы наугад откроете Шимад Бхагаватам И станете следовать тому, что написано В первопопавшихся на глазах строках То, скорее всего, ошибетесь Нужно прийти к единой и гармоничной концепции Шимад Бхагаватам И кто это сможет сделать? Только тот, кто основательно изучил эту священную книгу И постиг ее смысл В священных книгах сказано много всего И все это, несомненно, правильно и хорошо Но из-за ограниченности нашего знания Очень легко истолковать их превратно Поэтому нужно обсуждать писания с садху Дабы удостовериться в том, что мы правильно их понимаем Сам Господь говорит с Шимад Бхагаватам Слова обо мне, услышанные из уст моих чистых преданных Питают слух и сердце И наполняют душу восторгом Только тот, кто избрал своим духовным проводником моего преданного Обретет настоящую веру, привязанность и преданность мне То, что написано в книгах И то, что говорят садху Совершенно разные вещи Прочитано или услышано ни от садху Не будет Хридкарна Расая Накадха Нектарным повествованием Водушевляющим сердце и радующим душу Только слушая садху Мы получаем знания из верного источника Знания, нисходящие с Галоки Вриндауна Через сердца учителей, наши гуру Парампара Это и есть совершенное знание Необходимое для нашей духовной жизни Только в чистой наставнической преемственности В наставлениях садху Происходит передача силы Открывающей нашим сердцам смысл слов И священных книг Садх открывает нам подлинный доступ К услышанному оттуда Юткиширо Махарат был очень мудрым И достойным человеком Он изучил множество священных книг Таких как Веды, Веданты и Упанишады Его наставниками были великие Риши и Муни Однако обширные познания Не принесли ему ясности и успокоения Все хорошо, все плохо Это хорошо, это плохо Это хорошо, это плохо И Клиширо не мог понять, каков верный путь В свободе от иллюзорного бытия И очищение Но в одном он был точно уверен Тот, кто попытается Тот, кто пытается разобраться в вопросах религии Просто читая священные книги Рискует сойти с ума Спрашивает о комментариях Мы тоже можем понять неправильно Все можем понять неправильно Поэтому нужен живой учитель Который бы Видел наши мотивации Как в чтении, так и в наших действиях То есть нужно понять, что Вся проблема нашего непонимания Это отсутствие правильной мотивации В чтении Потому что мы хотим Постигать священное писание И духовное знание Ради того, чтобы Более тонко, более изощренно Эксплуатировать этот материальный мир Поэтому Гурудев и Садхо Будут нас учить таким образом Чтобы в первую очередь Мы обрели правильную мотивацию Правильную мотивацию Зачем нам все это нужно И тогда мы поймем принцип Если у нас нет духа служения Постижения духовного И духовных истин То тогда будет прямо противоположно Будет дух эксплуатации И мы будем Те же самые знания Использовать просто для самоутверждения И забудемся еще на более долгий период Если бы мы просто даже не читали бы эти писания Но в одном он был точно уверен Тот, кто пытается разобраться В вопросах религии Просто читая священные книги Рискует сойти с ума Размышления никогда не приводят К окончательному выводу А священные писания разнообразны Стать Риши великим мудрецом Может лишь тот, кто открывает новые грани истины Таким образом, путь истинной Дхармы Скрыт и запечатан Поэтому истинный путь Это следование по стопам Великих душ Знающих Дхарму Виккишхира Махараш сказал Наставление Наставление Вет нельзя понимать буквально Наше познание очень скудное О знании Вет необъятное Оно толкует Пратьяхшу Гьяну Знание, полученное посредством органов чувств Порокшу Гьяну Коллективное знание Порокшу Гьяну Астральное знание И адхокшу Гьяну Трансцендентное знание То есть протягшу Гьяну Знание, которое мы получаем сами Соприкасаясь с чем-то И изучая что-то на собственном опыте Порокшу Гьяну Коллективное знание Это когда знание Черпается как раз из книг На основе опыта других живых существ Коллективное знание А порокшу Гьяну Астральное знание Знание, приходящее интуитивно То есть мы чувствуем что-то Как во сне Штарма Хараш Приводит пример Как Такое неясное Неясное Какие-то Видения Которые несут в себе что-то Но мы до конца не можем понять И адхокшу Гьяну Трансцендентное знание Которое нисходит По своей собственной воле То есть оно Не может быть Каким-то образом Нами вызвано Специально То есть оно может прийти Только так Это само захочет Кроме того Риша, описывающий Ведическое знание Толкует его по-разному Они всегда точно Парашар Риша Говорит одно Васишска Риша Другое Чаяван Риша Третье А сколько еще других Как тут живым Не сбиться с пути Если истину не найти Ни в священных книгах Ни в толкованиях Риша Ни в собственном уме Истина живет В сердцах Махаджанов Великих душ И чтобы найти ее Нужно следовать Их путем Сваямбур Нарадашамбу Кумара Капила Мануху Прохлада Джанакоп Хишмо Балиру Ясакир Яям Ведовья Назвал имена Махаджанов Шимат Багват Это Брахма Нарадаши Господь Шила Четверо Кумаров Санака Санатана Сананда И Санат Капила Дева Ману Прохлада Махарадж Джанак Раджа Хишма Дева Бали Махарадж Шукадева Госвами И Ямарадж Это Особые 12 Махаджанов Священные Книги Воспевают Их Деяние И Немеркнущую Славу Но Самое Главное Достоинство В том Что Все Они Преданные Господа А Великих Преданных Господу Уже Следует Почитать Махаджанами Одна же Несколько Из 12 Махаджанов Перечисленных Шимат Багват Обсуждали Шлоку С Шимат Багват О положении Преданных Господа Но Не могли Прийти К верному Заключению Мимо Проходил Шива Бахтинот Такур И Они Обратились К нему О Вайшнав Такур Тебе Известен Истинный Смысл Этой Шлоки Просим Откроем Его Нам Бахтинот Такур Объяснил Им Шлоку Чем Доставил Великую Радость Преданные Подобные Шили Бахтинот Такуру Величайшие Махаджаны И Каждый Кто Следует Их Наставлениям Обретет Высшее Благо Абхастишам Джаястишам Тастишам Парабхава Ишам Индивараш Яму Хридайстхо Джанардана Кандавагита Бхагаван Шикришна Живет Сияя В сердцах Своих Преданных Где Постоянно Совершается Его Славное Деяние Такие Преданные Воистину Великие Души Махаджаны Они Всегда Счастливы И Успешны Во всем Все Пути Должны Вести Нас Господу Кришне К истинам Махаджан И Истинам Махаджан Его Чистым Преданным Мы Должны Следовать Настоящим Преданным Чья Деятельность От начала До конца Посвящена Служению Господу Кришне Мы Должны Следовать Настоящим Преданным Чья Деятельность От начала И до конца Посвящена Служению Господу Кришне Их Практика И образ Жизни Будут для нас Идеалом Духовной Жизни И под их Руководством Мы сможем Проникнуть В истинный Практикующих нет ничего лучше, чем обсуждение священных книг со сведущими вайшнавами, садху, чистыми преданными. Практикующие без сомнения уже что-то знают, но они не знают всего. И когда они с любовью и преданностью обсуждают духовные вопросы со знающим садху, они обретают благо. К ним приходит все понимание истинного смысла, духовные чувства и так далее. Когда Кришна через своего преданного захочет явить в вашем сердце трансцендентное знание, оно обязательно будет явлено. Вы никак не сможете этому помешать. Когда Кришна через своего преданного захочет явить в вашем сердце трансцендентное знание, оно обязательно будет явлено, и вы никак не сможете этому помешать. Вот почему так важна связь с преданным Кришной. здесь возникает вопрос как распознать истинного преданного и глубоко верующего человека кому кришна являет себя первое штука дающий ответ на этот вопрос который раскрывает тему нашей книги религия сердце это шлока из ману самхиты ибо отбирси витас отбир и тем адвеши агиби и даяна это шлока шива гуру махараш начал лекцию которую однажды давал в библиотеке города ханбада среди слушателей было много высокообразованных бандитов и состоятельных людей люди полагают сказал он будто религия содержится в книгах написанных на тех или иных языках но религия приходит не из книг или языков религия передается на трансцендентном языке от сердца к сердцу религия представленная в священных книгах начала явились явилась сердцах риши муни и садху затем она передавалась от сердца к сердцу а позднее могла принять форму книг так так что же можем сказать о религии мы насколько глубоко мы способны ее понять она постигается сердцем но если в сердце грязи как мусорном ведре то как мы ощутим красоту и величие религия поскольку наши сердца нечистые мы должны узнать о религии от чистого сердцем садху каковы качества садху и долги все это садвиз совершенно садху отвечает чистота и ясность понимания вет веданты и сути их наставлений и 2 2 он всегда служит их целям все это садху спал на обладает такими качествами как простота чистота и должное поведение ему покорно шесть чувств и он почтителен ко всем у него только одна печаль страдания других автор всех ведических писаний ведавьяса был настоящим садху он сдал многих садху и у многих был в чести об откровенном знании ему было известно все больше чем знание и поведение говорил он нирмад саранам садам садху отличает сердце безупречной кристальной ясности чистоты сердца в котором нет ни капли грязи нет зависти это значит что у нее нет ни зависти не тема 2 широкий не гнева а только искренняя любовь ко всем такой садху целиком посвятивший себя сознанию кришна и есть настоящий махаджан достойный наставник человечества он всегда должным образом служит религии кришна бахта нишкама атая ва шанта букки муки ситфиками сакалия шанта не тот садху кого влекут мирские цели чувственное наслаждение освобождение или сверх естественной силы садху тот кто не желает осуждать свое эго кто хочет отдавать а не брать кто всегда 24 часа в сутки служит преданно прислужит желанием господа лишь он действительно умиротворен исполнен всех совершенств как тьма исчезает с появлением солнца так и мирские оковы рассыпаются с появлением умиротворенных садху и сердца всецело отдана мне господа красота которая благодаря непрерывном служении проявляется в сердце такого садху трансцендентное чувство которое расцветает там вот что такое религия все его советы наставлений истинно религиозные не могут причинить никому вреда если мы получим знание такого садху от сердца к сердцу и будем следовать его наставлениям ощутим благо подлинного подлинно религиозной жизни и познаем единую религию всех душ джаеват харму следуя наставлением чистого сердцем садху каждый из нас сможет радостно взлететь небесам добродетелей и достичь вершин чистой религии в которой нет сектантского духа и отдельных от общего блага интересов джаево бахти сундарговин и делга своим хорошки от мая она это токи джай всех сэкадыши до поздравляют всех тоже да мы тоже поздравляем всех сэкадыши репишна все понятно всем просто есть хори хорая на макришна я давая на маха я давая мадрайя кешавая на маха я давая маха я давая маха Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Вечерняя программа закончена Всем наши поклоны дундаватые Встретимся, наверное, послезавтра Харе Кришна Всем удачного, удачных духовных ночей и дней Харе Кришна, Jai Gurudev Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok